Наш земляк победитель континентальной хоккейной лиги Никита Лямкин и его триумфальное завершение первого сезона в составе Казанского хоккейного клуба Акбарс. А учился гонять с клюшкой он в Бийске, затем играл в Барнаульском моторе. Высшую награду в российском хоккее сам предложил привезти на Алтай. В аэропорту кубок встречали первые любители хоккея. Байкеры вызвали сопровождать Никиту до Ледовой арены. А к торговому центру для неформальной встречи тянулись уже десятки человек. Семьями, в хоккейной атрибутике, с российскими флажками. Такая высокая награда на Алтае впервые, пусть и в гостевом формате. И первое, что интересовало болельщиков, что чувствует обладатель кубка. Эйфория, наверное, опустошение. Ты выплескиваешь эмоции за пять минут и просто опустошаешь себя, когда мы радуемся, там орем, кричим. Все, потом уже приходишь в раздевалку, ну и уже осознание, наверное, приходит. Дотронуться до массивного кубка – тоже мечта многих, но решались на это не все. Рабели. Зато объяснить, чем же ценен кубок Гагарина, символично названный в честь первого только в космосе, здесь мог любой. Потому что там много золота, серебра. И тем более, как бы, ну, твои родители радуются за тебя. Ну, мы все из Бийска, поэтому для нас, ну, это действительно событие, когда наш соотечественник выиграл и привез его сюда. Это вообще фантастика. У меня на самом деле скоро сессия, мне нужно готовиться. На место того, чтобы готовиться к экзаменам, я стою здесь. По мнению организатора встречи, такой восторг не пройдет даром и обязательно перерастет в чьи-то здоровые привычки или спортивные победы. Это историческое событие не только для хоккея, а для алтайского спорта. Это может никогда не повториться. Мы еще не осознаем важности момента. Кстати, Казанский Акбар сберет кубок уже в третий раз. Секрет такой удачи, по словам Никиты, в сплоченности команды. Так что не стоит исключать, что наши болельщики увидят кубок вновь. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.